Ну всё, уже весна пришла. Весна пришла, уже всё тает у нас. Уже всё потихонечку тает. Вишка, радуется весне собака. Радуется моя собака. Уф! Вот она, вот она что творит. Да? Сама с собой играешь. Ну что, всем привет! Сегодня я хотела бы затронуть такую важную тему, о которой нас очень часто спрашивают. Только по стоимости обходится содержание такой собаки, как Хаски. Сейчас всё подробненько по пунктам постараюсь разложить. Если что-то забуду, постараюсь снизу дописать. Начнём сразу с того, что самая затратная часть расходов наших – это корм. Сразу поясню, сделаю пометку. Мы закупаемся в магазине Питшоп. Это интернет-магазин отличный. Есть в каждом городе, по крайней мере, должен быть. У них есть хорошее условие, доставка, акции, постоянные бонусы. Поскольку вишня у нас на сухом корме, то есть она у нас не на натуралке, мы её сразу практически, как взяли, перевели на сухой корм. Ест она у нас хороший корм Холистик, канадского производства. Гоу! Также, когда ей надоедает, мы стараемся вкусы комбинировать, то есть нету какого-то конкретного вкуса, который она бы ела. Также иногда даём корм Саммит. Саммит немножко подешевле, но это один производитель. Также Канада. Корм Гоу. Мы берём самую большую упаковку. 11 килограмм, 11,5. Он стоит примерно в районе 4,200. Тот вкус, который она ест. Ей хватает этой упаковки корма ровно на 2 месяца. Также Саммит, которым мы заменяем периодически, он побюджетнее, он 3,5. Если мне не изменяет память скриншота, я буду вставлять сейчас по ходу. Он стоит 3,700, по-моему, 3,400. Вот где-то в этом диапазоне. Вишня, кто там? Гули? В эту же закупку раз в 2 месяца у нас входят всякие вкусняшки, лакомства. Мы покупаем ей большое копыто, титбит, говяжий, то есть там целая голень, нога. И она его грызёт, то есть, соответственно, чистит зубки. То есть за состоянием зубов собаки я стараюсь тоже следить, чтобы у нас всё было в порядке. Это, ну, в районе тысячи рублей тоже прибавляем к этому, ко всему. Постоянная статья расходов у нас заканчивается. То есть вот самые большие такие титанические вложения – это в корм. На втором месте по расходам у нас стоит амуниция для собаки. То есть периодически амуниция у неё изнашивается. Мы ей покупаем новые. Какие-то ошейники приходится, какие-то адресники обновлять ей приходится. И также вот шлейки. Шлейки – это у нас вообще больная тема. Сейчас покажу, в какой она бегает, новая шлейка у неё. Вот такого формата нам порекомендовал ветеринар шлейку для неё. То есть чтобы у неё была нагрузка на тело, нагрузка на суставы. Самое удобное. По поводу амуниции. Вот эта шлейка обошлась нам в полторы тысячи профессиональная. А вот эта рулетка мы собаку вводим на рулетке. Это уже вторая наша рулетка. Она вышла около двух с половиной тысяч. Сейчас брать не буду, потому что покупали её года полтора назад. Первую рулетку вишня порвала. Она у неё была до 20 килограмм весом. Вишня весит 18. На данный момент эту взяли с расчётом до 30 килограмм весом собаки. Потому что хаски, это и есть хаски, они всё-таки тянут. И тянут очень сильно. Поэтому вот рассчитывайте, что плюс к весу собаки. Берите ещё 10 килограмм прибавляйте и берите вот такую рулетку. Она уж более-менее надёжная. Два адресника, которые висят на шее. Они стоят 500 рублей каждый. То есть мы их периодически меняем. И два шейника у неё. Ну, что-то в районе 250 рублей. Это тоже такая единоразовая отрата у нас была. Не ежемесячная. Следующий пункт, как для меня лично, для хозяина хаски, это всё-таки витамины. Именно упор на суставы. Потому что хаски издавая собака. У хаски большая нагрузка на суставы. И в старости для собаки это может очень плачевно сказаться. Кто там стучит? Для собаки это может очень плачевно сказаться. Поэтому мы раз в квартал. То есть помимо того, что у нас в корме содержатся все необходимые витамины и микроэлементы. То есть мы за составом очень следим. И мы этот корм тщательно подбирали. Советовались нашим ветеринарам. После этого у нас идут витамины. Мы берём раз в квартал витамины для суставов. Именно для нашей собаки. Чтобы у неё не было никаких проблем в старости. Из этого пункта вытекает следующий пункт. Ветеринарное обслуживание. Поскольку хаски собаки такие достаточно непроблемные. И ветеринарное обслуживание нам требуется раз в полгода. Раз в полгода мы вводим её к ветеринару. Ставим ей все необходимые прививки. Это не такая большая часть расходов. Но скажем так рублей в 500 вы уложитесь. В плане ветеринарного обслуживания это раз в полгода идёт глистогонка собаки перед прививками всеми необходимыми. И обработка от клещей. Потому что мы летом возим собаку на дачу. Обязательно обрабатываем от клещей. Капли всё. Но там тоже буквально в копейки выходит это от 300 до 500 рублей. То есть это не самые большие траты. Самые большие траты, ещё раз повторюсь, это корм раз в два месяца. И обновление амуниции. Также периодически, но это временные тоже траты. Это не постоянно покупаем собаке игрушки, которыми она не играет. Играет она у нас обычно всякий мусор. То есть то, что более-менее ненужное в квартире, то это нам сгодится. Вчера ела ананас, привозила из Таиланда, плодоножку сорвала. И вот эта плодоножка у нас весь вечер пользовалась успехом. То есть бесплатные игрушки у нас это в основном пустые бутылки мы гоняем по дому. Или какие-то старые, вот что более-менее ненужное. То есть игрушки это у нас не такая большая статья расходов. Следующая весомая статья расходов. Также раз в полгода мы вводим собаку на экспресс-линьку. То есть это необязательная процедура, но она очень облегчает жизнь хозяевам хосей именно. То есть поскольку хаски беспроблемная собака в плане ухода и содержания, в плане груминга. Собака не пахнет, не требует постоянного мытья. Периодически ее просто вычесываю фурминатором и все. Фурминатор это вещь, которая полезна для кошек и для собак. Вообще для владельцев любых питомцев, у которых есть шерсть и подшерсток. Фурминатор платите 2,5 тысячи. Да, дорого. Да, больно. Но за такую расческу платить. Но ты пришла, солнце мое. Ты со мной пришла посниматься? Ты со мной пришла посниматься? Про тебя рассказываю, да. Фурминатор это необходимая покупка. Очень необходимая. То есть раз в жизни вы заплатите за эту долговечную вещь 2,5 тысячи, и она будет вам служить верой и правдой. То есть вычесывать собаку, кошку, это, конечно, без проблем будет. Ни одна чесалка так не справится, как фурминатор. Фурминатор очень рекомендую. Вот, возвращаемся, кстати, к грумингу. Собака беспроблемная. Собака не пахнет псиной. Собаку можно редко купать. То есть на шампуне мы тоже много денег не тратим. Водим раз в полгода к грумеру. Нам ее вычесывают, когда начинается линька. Это выходит нам в полторы тысячи рублей. Обслуживание грумера. С целом, опять же, хочу сказать, когда в вашем доме появятся хаски, в 6 месяцев это обязательно дрессировка. Услуги дрессировщика, они тоже не из дешевых. Мы отдали за 5 занятий. По-моему, если мне не изменяет память, около 2,5 тысяч рублей или 3 тысячи рублей. Конечно, можно это все делать самостоятельно заниматься с собакой по ютубу. Но я все-таки предпочитаю, я и сама занимаюсь, и отдать собаку в руки профессионалу. То есть сходить с ней вместе к профессионалу. Это тоже незаменимая часть расходов. Но это из тех вариантов, когда вы один раз платите, и потом уже как бы не знаете проблем. И самое важное, что хотела бы я сказать в этом видео. На самом деле, вашей собаке не важно, сколько денег вы на нее тратите. Это исключительно все ваши заморочки. Вашей собаке главное, чтобы вы ее любили, и о ней заботились. И она будет это чувствовать, и неимоверно большую отдачу давать вам в ответ. Слушайте, такая красота. Ну все, наверное, это последние деньки зимы. Уже весна приближается, надо наслаждаться. Надо наслаждаться снегом, сугробами, вишню побольше гулять по снегу. Поэтому все, весна уже не за горами. У нас тут за лесом пустырь небольшой. Я вот отпускаю ее побегать немножко. Дурь выплеснуть, вот она что творит. Ой, дуреха моя.